Приветствую вас, и ребенок в этом возрасте воспринимает любые слова и любые смыслы, особенно если эти слова и смыслы являются чем-то опасным, серьезным, чем-то может быть страшным, с повышенным интересом. Потому что так ребенку кажется, что он прикасается к чему-то, ну если угодно, к чему-то взрослому, к чему-то такому, серьезному, и его это очень привлекает. То есть вам нужно понять, что если ребенок говорит какие-то слова, то скорее всего он это говорит просто для того, чтобы казаться более взрослым, более умным, более серьезным. Потому что в этом возрасте, в возрасте 14 лет, люди хотят быть в большей степени похожими на взрослых людей. То есть они хотят, они стремятся в мир взрослых. И ради этого, для этого, они готовы на все. И лишь, вот лишь о том можно говорить при наличии таких слов, это только о том, что ваш ребенок, ваша дочь общается с людьми, которые так же, как и она, употребляют эти слова. И слова эти совсем не означают, что им придается действительно какой-то смысл. Не означает это, что слова действительно, ну, будут как-то, будут как-то воплощены в жизнь. Все это совсем не обязательно. Все это совсем не обязательно. А слова это просто в данном случае знак. Знак. Не символ. Знак. То есть, это определенное обозначение, в которое человек вкладывает какой-то вот свой собственный смысл. И для ребенка, для вашей дочери, скорее всего, этот смысл в том, чтобы объединяться, группироваться с людьми. Со своими подругами, друзьями и так далее. Конечно, мы этого точно знать не можем. Но, тем не менее, подростки стремятся в группе, как бы навсегда. И, скорее всего, ваша дочь использует именно определенные фразы, определенные слова, именно, чтобы чувствовать себя в принадлежащей группе. Конечно, если у нее проглядываются, прослеживаются такие элементы, такие модели поведения, как депрессивность, апатия, там, пассивность, да, нежелание что-то делать и так далее. То есть, человек вот явно остяготеет к тому, чтобы ничего не делать. То это, конечно, очень тревожный момент. И, говоря о тревожном моменте, говоря о том, что, вот, действительно, есть повод волноваться, то здесь нужно разговаривать с дочерью. Разговаривать с ней интересоваться, а что же ее здесь беспокоят? Все ли ей нравится? Все ли у нее получается? То есть, понимаете, если ребенок ведет активную жизнь, если ребенок активный, веселый, там, гуляет, общается с друзьями и так далее, то реагировать на это нужно спокойно, со смехом, может быть, даже. Ненавязчиво стараться донести до нее, как бы, смысл того, о чем она говорит. То есть, ненавязчиво почему? Для чего ненавязчиво? Потому что, если вы будете говорить об этом, знаете как, серьезно очень, и, ну, специально, там, целенаправленно, да, будете объяснять, что вот, дочь, ты так не говори, это, там, плохое слово и так далее, дочь просто в силу того, что она подросток, она будет вам назло, целенаправленно, противовес, говорить это слово. Вот этого делать не нужно. Нужно, чтобы дочь, как бы, не ощущая того, что вы остариваете ее понимание определенных слов, как взрослый человек, доносили бы до нее какие-то другие вещи, какие-то другие значения, понимаете? И вот тогда у вас будет больше шансов как-то до нее правильно донести смысл того, что она говорит. И со временем, со временем, если вот вы не будете как-то слишком сильно на этом акцентировать свое внимание, это слово уйдет. И на его место придут другие, на самом деле, в группе какие-то другие слова. Например, сейчас в группе вашей дочери, ну, скажем, модно одно слово. То есть, какое-то время будет модно другое слово. И так далее. Если по истечению большого, длительного количества времени ваша дочь будет использовать это слово, значит, оно имеет для нее какое-то, ну, важное, какое-то серьезное отношение. Какое это значение серьезное, вам нужно узнать, будет само у нее. Потому что, ну, тут как бы можно делать предположение, но угадать мне бы не хотелось. То есть, по началу, по первому факту, по первому взгляду, пересхватчик и волноваться не стоит. Потому что подростки используют такого рода стаки очень часто, так они чувствуют себя более привлеченными к группе. А принадлежность к группе для подростков очень важна, потому что это один из первых специальных опытов в жизни ребенка. Вот. Ну, и если это действительно уже очень серьезно, если это вот прям постоянно, и вы видите, что человек как-то все-таки слишком сильно использует это слово, слишком часто его использует, ну, вот тогда, конечно, можно и нужно говорить о том, чтобы с ней разговаривать, и ваша дочь явно что-то беспокоит. Но на первых парах я бы не рекомендовал вам как-то уж особенно реагировать на эти слова. Напротив, если вы будете не замечать этого, ваша дочь может использовать это слово специально, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы повысить свою значимость, чтобы вы, может быть, стали о ней как-то лучше думать и так далее. Ну, подростков много очень максималистических идей, вот, и к этому не надо серьезно ответить. А вот если она увидит, ваша дочь увидит, что вас она как-то задевает, она поймет, что, ага, она выбрала правильную позицию и будет продолжать двигаться в этом направлении. А при этом ее желание углубиться, то есть достичь большего эффекта, ну, может привести к не очень хорошим последствиям. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.